Слушайте, я хочу вас спросить про, собственно, социально-экономическую политику государства. Мне кажется, что в последнее время государства, правительства, не знаю, коллективные, Путин, Кремль, не знаю, они пытаются унифицировать подходы к регионам, ну, возможно, за исключением некоторых особенных регионов. И это в том числе отражается и на социальной политике. Но Псков, Псковская область, где мы сейчас находимся, это не равно Екатеринбургу или Хабаровску. То вы можете рассказать, собственно, как вы видите то, каким образом реализуются некоторые принципы в социальной политике сейчас, за последние годы, в разрезе регионов, совершенно разных регионов России? Вообще-то Россия, согласно Конституции, является федеративным государством. И это относится, прежде всего, к социальной политике. Понятно, что оборона — это общее дело, это уровень федеральный. И понятно, что там вопросы каких-то внешних отношений наших, это федеральный уровень. Но вот социалка, образование, здравоохранение, социальная защита — это, конечно, и, кстати, это записано в Конституции. Это проблема регионов и местного самоуправления. И, в общем, наверное, это правильно. Когда писали эту Конституцию в 93-м году, я считаю, что ничего никакой ошибки не совершили. Но по факту, по факту, вот этот федерализм, его уже давно не существует. Вы правильно сказали, что происходит унификация. Унификация, она заключается в чем? Ну, во-первых, регионы, за исключением, может быть, Москвы, Петербурга, еще там пару-тройки регионов, но они же, в общем, не имеют денег для того, чтобы все хоть какие-то элементарные социальные функции выполнить, даже Псковская область. Поэтому они сидят на субсидиях из федерального бюджета. Получается так, что федеральный бюджет собирает деньги, очень большие, там уже более 50% налогов там собирается, потом раздает, исходя из каких-то единых нормативов, да, что Псковская область, что Республика Тыва в Сибири, что, допустим, Дагестан на Кавказе. То есть, да, уж про местное самоуправление, уж что говорит-то, его фактически ликвидируют. Потому что, вот, допустим, возьмем вопрос социальной защиты, да, помощи бедным, помощь наиболее незащищенным людям. Ну, конечно, это местный вопрос. И бедность, она же в каждом регионе своя. И даже в каждом городе своя. И в каждой местности она своя. Это только на местах люди могут коллективно, кстати говоря, местное самоуправление, это форма гражданского общества, поскольку, они могут коллективно как-то решить, определить, вот этой семье помогать, вот так-то помогать или по-другому помогать. А сейчас вот эта унификация, она заключается в том, что используется вот этот прожиточный минимум как черта бедности. Это отдельная тема. Он давно устарел и никак не отражает реальную ситуацию в бедности. И получается, что, так сказать, вот эта унификация, она бьет мимо цели. Недаром даже. Многие эксперты говорят, что те деньги, которые идут на социальную защиту, в значительной части бедных не попадают. Вот. Поэтому, понимаете, проблема в том, как устроено наше государство. Оно, конечно, унитарно для такой колоссальной территории, для такого разнообразия, которое существует в России. И, конечно, унитарное государство, оно заведомо неэффективно, прежде всего, в социальной политике. Вот, собственно, ответ. Больше нужно, больше самостоятельности местам. Это первое. Второе. Вот для таких регионов, как Псковская область, где нет нефти, газа, там еще каких-то таких золота, алмазов, таких вот полезных скопаемых, которые можно с большой выгодой продать за границу, ну, конечно, выход – это развитие малого и среднего бизнеса. Причем, ну, мы с вами понимаем, что снова же унификация бизнес-климата дошла до такой степени, что он везде токсичен. Ну, если только вы не связаны с государством, да, либо формально, либо неформально, у вас есть какие-то преференции. А если вы не связаны, тут же, наверное, коллеги из Псковской области приведут колоссальное количество примеров, потому что когда человек хочет чего-то начать делать и как-то более-менее поднимается, тут же за ним приходят. Либо там налоговые органы, либо полицейские, либо формально, либо неформально и так далее. И как опыт показывает вот в таких регионах, типа Псковской области, малый бизнес, который может развиваться в любых отраслях – и туризм, и производство сельхозпродукции, и какие-то услуги. И, кстати, я хотел обратить внимание, что Псковская область, она же приграничная. Вообще, приграниченные территории, особенно с Евросоюзом, да, там же все-таки граница с Латвией, с Эстонией, вообще приграничные районы всегда имеют преимущества с точки зрения торговли, контактов между людьми. А у нас у меня такое ощущение, что Псковская область отгорожена от соседних стран каких-то железных занавес. Вот вам несколько причин. Они носят общий федеральный, конечно, характер, которые не позволяют регионам, типа Псковской области, куда-то более-менее прилично развиваться. Евгений, какое-то время, мне кажется, какое-то время государство пыталось замаскировать пробелы, которые есть в социально-экономической политике, пропаганду, ну или взыванию к патриотическим чувствам. И даже какое-то время, может быть, 5-6 лет назад, 4 года назад, это получалось. Как вы видите, что происходит сейчас в этом вопросе? Получается ли у государства компенсировать пробелы, которые возникают, дыры, недовольство тем, что мы видим по телевизору, слышим по радио и читаем в газетах? Сейчас, знаете, государство работает в социальной сфере, в социальной политике, работает по, я бы сказал, знаете, есть такое ad hoc, латинское выражение, то есть по случаю. Ну вот, например, обследование давно уже показывали, что у больше половины, чем более, чем половина российской семьи с детьми есть проблема собрать ребенка в школу. Это есть даже еще до ковида обследование по аукциуму, там по 65%. Ну вот, и президент, видите, вводит, он, видимо, ему это доложили, наконец, и он видит общую ситуацию, и политическую, и инфляция, действительно, и люди, например, здесь очень сильно у нас в стране, потому что перспектив выхода на какой-то траекторию ростов там особо не видно. Ну вот, взяли, и на каждого ребенка школьного возраста дали вот 10 тысяч рублей, например. Ну вот, ситуация с пенсионерами, да, вот то, что только вот сейчас произошло. Ну, официальные данные за первое полугодие показали статистически, что реально содержание пенсии уменьшилось. Ну, на очень небольшую вещь, ну, это же тенденция. Ну вот, взяли, дали к выборам, тем более, по 10 тысяч рублей, там, каждому пенсионеру. Вот такая схема, вот если бы не ковид, то, например, здравоохранение у нас бы и дальше деградировало. Собственно, от деградации ковид его не спас, но туда все-таки сейчас за 20-й этот год пошли какие-то деньги, по крайней мере, врачам доплачивают, тем, кто работает с ковидом, ну, хоть какую-то технику покупают. Хотя, если посмотреть на бюджет федеральный, вот, 21-22-23-го года, в 22-23-м году пойдет уменьшение, ну, если говорить о доле в обоих, уменьшение расходов на здравоохранение. Ну, включая, обязательно, медицинское расходование, расходы регионов, которые в основном, кстати говоря, но они и умеют стараться сейчас на здравоохранение. Ровно та же самая ситуация с образованием, понимаете? Поэтому, я говорю, государство, вот, есть, видимо, знаете, вот, я как себе представляю, у президента, там, миллион кнопок, да, ну, фигурально выражается, и вдруг какая-то кнопочка стала красненькой, да, это вот, а, вот, пенсионер. Ну, надо вот срочно пенсионерам капнуть что-то. А, вот, там, условно говоря, семьи с детьми. Ну, вот, надо там чего-то капнуть. А вот какой-то регион, да, вот такие случаи тоже бывают, когда в каком-то регионе назревает, может быть, потенциальная, какая-то сложная политическая ситуация, могут быть протесты. Ну, вот, давайте какую-то субсидию дадим регионам. Кстати, вот, к выборам президента 2018 года, зафиксировано статистикой, в регионах довольно существенно подняли расходы на социальную площадь. Ну, как перед любыми выборами практически всегда происходит. Да, да, у нас социальная политика, вы правы. Вот, кроме того, что она от случая к случаю развивается, она еще развивается в политическом календаре. Цикличная, да. Сейчас выборы в Государственную Думу, вот что-то мы видим. Ну, наверное, следующий всплеск будет в 24-м. Президентские выборы. Ну, президентские выборы. А вот между этими событиями никакой политики-то нет. Я повторяю, это все такая диспетчерская, знаете, вот, как в гараже. Алло, гараж, называется. Никакой мысли особой стратегии нет. Евгений, последний вопрос. Он про человеческий капитал. И его тоже можно включить в некоторую социальную политику, да, вкладывание ресурсов в людей, в профессионализм, в карьеру. Так это главное. Да, да. Это же главное. Образование, здравоохранение и социальная защита – это три столпа, на которых я бы добавил очень культуру, конечно. Да, конечно, конечно. Вот я недавно слушал особое мнение или, в общем, программу на «Эхо Москвы», возможно, не особое мнение, возможно, другую. Там был профессор университета колледжа в Лондоне Владимир Пастухов. И он сказал о том, что его одна из мыслей, если я правильно помню, что сейчас государство делает такие, принимает такие решения, благодаря которым жизнь следующих поколений оно выкрадывает. Там будет меньше возможностей образовательных, карьерных и так далее. Вот с каждым годом. Если это не поменяется вектор, то через два, через три поколения люди будут жить гораздо хуже, чем живем мы сейчас. Вы согласны с такой оценкой, возможно, если мы будем смотреть на перспективу там, не знаю, с 7, 14, 20 лет? Ну, Владимир, я его хорошо знаю, он прав. Если ничего не меняет в стране, если ничего не меняет, то есть если мы берем развитие по инерции, которое сейчас у нас сложилось, это очень важная поправка, потому что, конечно, нам нужны реформы, очевидно. И реформы не только социальные, реформы политические и много чего другого. Вот, то, я повторяю, если ничего не меняет, ну да, не докладывая сейчас денег в здравоохранение, мы получаем на выходе через несколько лет не очень здоровую рабочую силу. Потому что у нас прешкольное здравоохранение находится на очень низком. По силам самых разных причин. Не докладывая денег в образование, у нас вообще, если взять долю ВВП, которую мы тратим на образование здравоохранения, мы от стран, ну, скажем, развитых, да, как мы их понимаем, мы отстаем раза в полтора года. Понимаете? А если учесть, что ВВП, надо же, население в абсолютном размере, допустим, в Германии, Франции, Британии в разы больше, чем у нас. Ну, два раза, да, в разы. То отставание еще больше. Да, поэтому, не докладывая на образование, мы на самом деле плодим совершенно верно, через несколько лет людей не только не очень здоровых, но и не очень коэффицированных. А у нас ведь все-таки сейчас потребности в экономическом развитии не просто чисто такие, механические, да, это современные технологии, IT, там, искусственный интеллект и много чего другого, которые требуют каких-то особых, ну, не особых, каких-то новых способностей, компетенций. Этого ничего нет, это все признают. Это признают, ну, я бы недавно читал заявление, там, чуть ли не Путина, который об этом говорил, что надо, надо, там, что-то, ну, правда, это надо может совсем довольно много лет. Если говорить, вот, есть очень характерный пример, это с пенсионерами, да, вот та формула, по которой сейчас считаются пенсии в стране, да, она позволяет хоть как-то поддерживать низкий уровень жизни пенсионеров, ну, хоть как-то, там резкого движения вниз особо нет, хотя, видите, есть разные вещи. Но формула рассчитывается таким образом, что, вот, через эти баллы называемые, что забирают пенсионные, практически тратят пенсионные права молодых поколений, вот, там, лет 30, там, 35, просто люди не очень это понимают, вот, находясь в таком еще молодом возрасте, и у них, если ничего не менять, у них пенсия в таких же условиях, как и, допустим, у тех же более пожилых поколений, она будет меньше. Поэтому, да, это, фактически, это не декларируется, но идет экономия, экономия, в общем, на человеке, на его потребностях, ну, как бы, знаете, такая старая привычка, еще, наверное, даже не советская, может быть, даже более старая, что, ну, люди, что, они стерпят Россию, вообще, в России народ терпеливый, они все вынесут на своем горбу, да, как говорит Шевчук, тяглый народ, да, у нас. Вот, вот, тянут, тянут эту лямку, даже своей ценой здоровья, своей жизни, и вот такая вот эта психология, она, по-прежнему, к сожалению, преобладает к принятию решений. Паспудно, конечно, публично, наоборот, все говорят, и президент, и правительство, как они озабочены уровнем жизни, как его надо поднимать, но, если мы посмотрим, вот, как это все развивается, по фактам, по результатам, только так, мы отстаем, на самом деле, по качеству жизни от стран, которые считаются передовыми, понимаете, ну, отстаем. Там у них тоже свои проблемы, безусловно, там не безоблачная ситуация в Европе, в Соединенных Штатах, но там есть некие перспективы все-таки развития, вот, в качестве жизни. У нас мы как-то переходим в совершенно более низший класс. Интересно, будут ли люди терпеть и тянуть эту лямку, когда по телевизору будет показывать холодильник? Ну, в смысле, мы дойдем, наверное, до этого... Нет, нет, ну, конечно, нет, ну, Максим, ну, конечно, я не думаю, что в ближайшие годы дойдет до какой-то нищеты, массовой, там, голода, нет. Для этого государства есть ресурсы, вы понимаете, накоплены довольно большие ресурсы, вот сегодня прошло сообщение, что золотовалютные резервы достигли исторического максимума, там, более 600 миллиардов долларов. То есть, это идет такая регуляция, понимаете, вверх развиваться людям в социальном смысле не позволяет, но так складывается политика, ну, не выскочишь ты наверх куда-нибудь в средний класс. Но, так сказать, опуститься на самое дно тоже, в общем, не очень дают. Вот как раз там, вот туда идут какие-то вот эти подачки. Вот, поэтому главное, что вот этот, как бы, типовой массовый российский человек, который и не бедный, вроде бы, да, и не богатый, вот он не развивается никак. Вот это вот самое плохое. А это вот и есть ресурс для будущего развития страны. Евгений, спасибо вам огромное, что были нашим гостем в эфире. И приглашаем вас в другие наши проекты. Надеюсь, что в скором времени мы, возможно, снова пообщаемся. До свидания. Спасибо.